Первая в регионе школа креативных индустрий подводит первые итоги работы. Учреждение дополнительного образования открыли полгода назад. Десятки детей и подростков обучаются здесь музыке, дизайну, теле, радиовещанию. Не случайно именно в новой школе прошла коллегия, где обсудили достижения культурной сферы. 22-й год стал первым годом реализации стратегии. Подведение итогов для нас очень важно. Что получилось, где были неудачи, проанализировать ошибки и их причины. Возможно, скорректировать дальнейший план действий. Большое внимание уделили национальному проекту «Культура», который позволил воплотить в жизнь множество запланированных программ. Одна из них – реконструкция Ульяновского театра юного зрителя. Благодаря строительству нового здания удалось увеличить площадь театра в 10 раз. Это скажется и на технических возможностях театра, и на репертуаре. Совсем скоро, помимо классического зала, юный зритель сможет посетить и так называемые залы-трансформеры, которые будут удивлять новыми формами сценического прочтения. Эти спектакли уже проходят совершенно в новом формате, в неклассическом. И там зритель находится буквально внутри спектакля, он погружен в процесс. И я думаю, что мы обязательно продолжим поиски эти, и у нас будут для этого все возможности. Нацпроект затронул и областные библиотеки, которые после преобразования привлекают жителей и гостей региона не только внушительным литературным разнообразием, но и комфортными зонами работы, отдыха и общения. На мероприятие также выступили министры культуры соседних регионов – Башкортостана, Татарстана, Чувашии и Мордовии, которые тесно сотрудничают с Министерством культуры Ульяновской области. В рамках соглашения между Ульяновской областью и Республикой Мордовия запланирован ряд интересных проектов, творческих проектов. И я сегодня в рамках коллегии расскажу о днях Мордовии в Ульяновской области, из каких составляющих проект будет состоять, и вообще, чем мы хотим удивить Ульяновскую область в рамках Дней культуры. В этом году продолжат ремонтировать дома культуры, закупать новое оборудование, укомплектовывать библиотеки. На модернизацию учреждения культуры направят 1 миллиард рублей.